Дорогие друзья, вы снова на YouTube-канале Марка Солонина. Сегодня у нас техникум. Техникум наш сегодня довольно необычный. Он посвящен очень печальной, неизбежно политизированной теме. И тем не менее, еще раз подчеркиваю, у нас сегодня техникум. Не политикум, и уж тем более не трибунариум. Мы не собираемся искать виноватых и назначать виновников. Мы говорим о сугубо технических аспектах той трагедии, которая произошла 11 лет назад, 10 апреля 2010 года на аэродроме Смоленск-Северный. Ну, как всем известно, в этот несчастный день, в 10.40 утра по местному времени, потерпел катастрофу самолет, самолет российского советского производства Ту-154, на котором была делегация польская. Там было 96 человек. Все они погибли. 96 человек вместе с экипажем. Там был президент Польши, была супруга президента Польши, было три спикера Сейма, были высшие государственные военные деятели страны, священнослужители, деятели культуры. Был последний президент Польши в изгнании, который их когда-то в 90-м году передавал сохранившуюся него президентские регалии Речи Посполитой, новоизбранному после ликвидации коммунистического режима Леха Валенсия. Ну, что называется, политическая элита цвет страны. Все они погибли. По этому поводу много чего написано и сказано. А самое главное, есть вполне официальный, так и называется, окончательный технический отчет Международного авиационного комитета. Что же к этому делу, к мнению специалистов, выраженному на 200 страницах, может добавить блогер? Должен вам сказать, может. Может, потому что, ну, специалисты, они, понимаете, специалисты хорошие, на дороге не валяются. Специалисты работают по специальности. Это их профессиональные деятельности, поэтому они еще называются профессионалами. Деньги за это получают, звания, должности, военные, такие-сякие, и это иногда замыливает глаз. Ну, вот, например. Вот, например. Была такая, ничуть не менее, тоже страшная трагедия, как не заранжировать. 31 октября 2015 года в небе над Сенальским полуостровом взорвался самолет пассажирский с российскими, главным образом, пассажирами. Погибли сотни людей. И, кто помнит, кто не помнит, может посмотреть на экран. Сразу же Следственный комитет Российской Федерации начал проталкивать версии о том, что это техническая неисправность, обыски в офисе компании Коголым Айра. В общем, все уже точно знали, что это не теракт. Однако, вот, ваш покорный слуга, дату вы видите, 6-го числа, примерно через неделю, базируясь на абсолютно открытой информации, никакого инсайда у меня нет, не было и быть не может, опубликовал свое мнение в Фонтанке о том, что это был теракт и взрыв. Тут же сбежались все тролли, тут же все сбежались и отметились в комментах, вот, психопат, ему везде мерещатся взрывы. Прошло еще 11 дней, да, 11 дней, и 17-го числа ноября 2015 года президент Путин, да, тогда был президентом-непремьер-министром, играя с жилваками, приказал уничтожить преступников, то есть все признали, что это теракт. То есть иногда и блогеру тоже что-то бывает видно, тоже что-то бывает понятно. После этого маленького и короткого предисловия, ну, собственно, переходим в сути дела. Обстоятельства и в этой трагедии, как они представлены были в докладе МАК, да, сразу уточняю. Международный авиационный комитет, МАК, это вовсе не ИКО, это не Международная интернешнл организация гражданской авиации. МАК – это такая структура, созданная в рамках СНГ, и в данном конкретном случае к работе по составлению этого отчета, к изучению обстоятельств трагедии, были привлечены три страны, поэтому она и международная – Россия, Узбекистан и Азербайджан. При всем моем уважении ко всем этим странам, надо отметить, что ни Узбекистан, ни Азербайджан как-то никогда не были ведущими авиационными державами мира. Что касается России, которая, надо полагать, была главной в этой команде, то самолет советского, российского производства, ремонтировался он за полгода до трагедии, буквально в российском уже, на российской территории, в Самаре, в Куйбышеве. Трагедия произошла на российском аэродроме, в военном, подчеркиваю, российском военном аэродроме, с российскими диспетчерами, то есть, ну, как бы сказать, Россия здесь заинтересованная сторона, если говорить совсем жестко, один из предполагаемых, возможных виновников трагедии. Тем не менее, был нарушен принцип римского права, никто не может быть судьей в своем собственном деле, и расследование трагедии, произошедшей с российским самолетом по производству российским, на российском аэродроме, проводила и Россия. Результаты этого расследования перед вами на экране. Ну, в том или ином виде, в той или иной формулировке, вы его много раз читали, слышали, знали. Причинами катастрофы, я цитирую, стали неправильные действия экипажа, длинный перечень этих неправильных действий, и психологическое давление на экипаж. Ну, имеется в виду глава ВВС Польши, генерал, который кричал, ругался, ногами топал и так далее. Значит, сложно иметь условия, облачность, туманно, российские диспетчеры, руководители полетов предупреждали, но, ну вот, значит, как бы это грубо сказать, поперлись, не зная броду, и вот такой вот ужасный результат. Что можно по этому поводу сказать? Много чего мы об этом скажем, но главным образом мы будем читать доклад Мака, вот этот огромный 200-страничный. Сразу же, сразу же поясняю, что ничего, ну, почти ничего я сам не придумал и не нашел. Есть такой замечательный или человек, или группа лиц, тоже блогеры, выступающие в интернет-пространстве Flanker 20, не знают человек, группы лиц, судя по тому, что они написали, наверное, все-таки скорее группы лиц, которые написали свой большущий доклад на 100 страниц с разбором этой ситуации. Собственно говоря, я прочитал доклад Flanker, потом проверил, да, действительно, все это совпадает с маковским докладом, и, собственно, сейчас рассказываю вам. Первое и главное. Коль скоро, ну, событием является гибель 96 человек, ну, что-то неважно, они президенты или они стюардесса, 96 человек, гибель, то главный вопрос, а, собственно, люди-то почему погибли? Вы понимаете, люди не могут погибнуть от плохих метеоусловий, от тумана люди не гибнут. Читаю. Медико-трассологические исследования показали, что в момент разрушения самолета на людей действовала перегрузка величиной более 100G, 100 единиц. Смерть всех лиц, находившихся на борту, наступила мгновенно от множественных механических повреждений тела, несовместимых с жизнью. Откуда эти повреждения? Полученных в результате травматического воздействия запредельных ударных перегрузок торможения. Вопрос номер 2, непосредственно примыкающий к вопросу номер 1. А откуда мы знаем, что перегрузка торможения, которая привела к гибели людей, была 100G? Ну, как-то дальше должны идти, наверное, показания датчиков, акселерометров, расчёты, компьютерное моделирование, натурный эксперимент. Дальше идёт следующая страница отчёта, Макс, вот он. На экран. Судя по характеру травм головы, перечисление этих травм, на тела членов экипажа действовало ударное перегрузка торможение 100 и более единиц. То есть мы ничего не мерили, мы просто оценили травмы и решили, что эти травмы возникли в результате воздействия вот такой вот перегрузки. Но тут-то составители отчёта уж сами поняли, что они немножечко пишут не то, и дали примечание, что, вообще говоря, в этом отчёте встречается достаточно редко. Вот оно, это примечание. В соответствии с руководством по медицинскому расследованию, то есть они сразу, мы руководством руководствуемся. Мы не сами это придумали. Анализ характера травматических повреждений позволяет установить примерную величину перегрузки. Ещё раз. Люди погибли. Дальше делается логический вывод. Если люди погибли, значит, на них действовало высокое перегрузка торможения. В скобках, молча, неявно предполагается, что других причин смерти людей не бывает. Люди или живут, или умирают от очень высокой перегрузки торможения. А дальше мы, по имеющимся медицинским сведениям, статистике, что если люди мгновенно умерли, мгновенно умерли, значит, они действовало перегрузка вот такой вот величины. И мы это не сами придумали. У нас есть инструкция, которая позволяет выстраивать подобные замечательные, интересные логические схемы. Какие-нибудь измерения, а никаких измерений. Что не было никаких акселерометров? Ну, акселерометры – это прибор для измерения ускорений, то есть перегрузок. Вообще говоря, акселерометр, чтобы вы знали, это грузик на пружинке, ну, там, ось, по которой этот грузик движется. Вот началось какое-то ускорение или торможение, грузик растягивает пружинку, перемещается, судя по этому перемещению, измеряется величина ускорения. Вот и всё. Любой наисовременнейший акселерометр в конце концов восходит к этому грузику на пружинке. Ну, простите за чудовищный цинизм, но таким грузиком на пружинке является человеческое тело, закреплённое привязными ремнями. Ну, то есть дальше как-то, естественно, было бы прочитать в 200-страничном докладе место происшествия, в каком состоянии были тела, в каком состоянии привязная система, попросту говоря, ремни, в каком состоянии кресло и так далее. Мы листаем, 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 листаем страницей за страницей, огромный 200-страничный доклад. Мы уже прочитали анализ эмоционально-психологического состояния экипажа на семи страницах. Мы уже прочитали на пяти страницах личностный психологический портрет командира экипажа. А где же в конце концов описание места катастрофы и состояния тел? Наконец-то! Наконец-то! В совершенно уже другом разделе, в разделе, который обсуждает поведение плохое генерала Власика, Власика, извиняюсь, командующего ВВС. Мы поговорим об этом, поведение которого не было. Ну вот, и вот в этом разделе вдруг наконец-то появляется один абзац, полстраницы, посвященный делу. Смотрим на экран. В результате анализа судебно-медицинской документации и фотоматериалов стало возможным разделить их на пассажиров, их подправедников, по характеру полученных телесных повреждений на три группы. Первая группа. Находившиеся в пассажирских креслах в задней части пассажирского салона пристегнутые привезными ремнями. Лица из охраны, дальше перечисление этих лиц. Вторая группа точно такая же с точки зрения физики травматических повреждений. Находившиеся в пассажирских креслах пристегнутые привезными ремнями. Это члены делегации. Третья группа. Читаю дословно со всеми запятыми. Находившиеся преимущественно в передней части пассажирского салона. От себя добавляю там, где был президентский люкс. Не пристегнутые привезными ремнями и подвергшиеся соответственно множественным расчленениям. В скобках. Практически все высокопоставленные чины Министерства обороны двое из членов делегаций и бортпроводница. Наконец-то у нас появилась некая информация. Значит, большая часть людей первые две группы находились в креслах и были пристегнуты ремнями. Дальше. Дальше. Какое-нибудь пассажирное ремни целы. Они порвались. Кресла целы. Порвались. Что с телами? Цела фрагментированные или цела как? Цела? Ничего не сказано. Про первую группу тех, кто был в пассажирском салоне еще раз читаем эту чрезвычайно важную фразу. Находившиеся преимущественно в передней части пассажирского салона не пристегнуты привязными ремнями. Тут я задаю вопрос. Все? Все до одного, кто был в пассажирском салоне в президентской люксе, были не пристегнуты ремнями? Интересная ситуация. И подвергшиеся соответственно множественным расчленениям. Слово соответственно в русском языке в подобной фразе означает наличие причины следственной связи. Они не были пристегнуты и по мнению составителя отчета, вот поэтому соответственно поэтому их члена и их тела и разлетелись на фрагменты тел. На мой взгляд сформировано чтением диктативных романов и просмотром соответствующих передач по телевизору осмотр трупа, осмотр места происшествия принципиально не допускает наличие причины следственных связей. Должно быть написано тело лежит в такой-то позе тройка там и тройка здесь это там всем. Никаких рассуждений о том почему человек превратился в тело которое лежит на земле в подобной позе не может быть в осмотре. Это навязывание производимой экспертом своих оценок того что произошло так не может быть но здесь оно так есть. Дальше и дальше все. Вот это вот я вам прочитал весь объем информации который в 200 страничном докладе есть по поводу того почему же собственно говоря живые люди мгновенно стали мертвыми людьми. здесь вероятно те кто у кого еще хватило терпения слушать меня до этого места уже удивились а вообще вот что этот мужик хочет ну все же понятно но самолет разбился ну самолет разбился люди померли что не ясного то всегда так бывает друзья мои вы путаете так почти никогда не бывает так почти никогда не бывает а путаете вы потому что по большей части сами ездите в автомобилях имеете автомобили боюсь едва ли не у каждого у вас есть какой-то знакомый может быть даже близкий родственник пострадавшего автомобильной катастрофе и поэтому у вас и сложилось такое впечатление но друзья мои автомобиль вот этого жестянка и самолет вещи разные глядим на экран вот так вот выглядит конструкция силовая конструкция автомобиля понятно что с ним происходит при ударе держать-то удар нечем вот в этой же стянке держать удар нечем особенно если еще этот удар пришелся на крышу то есть если автомобиль перевернулся ну понятно единственный силовой элемент который может воспринимать удар по крыше это вот стойка номер восемь тонкий сжатый стержень немедленно теряющий устойчивость и все это дело проламливается ну соответственно бьет людей находящихся там по самому уязвимому кстати части человеческого тела по темечку понятно что столкновение тем более переворот внутри этой жестянки да может привести к очень тяжелым последствиям но фюзеляж самолета это совсем другое фюзеляж самолета это очень прочная это чрезвычайно прочная капсула вот видите труба труба с работающей обшивкой подкрепленной продольными стрингерами поперечными шпанготами это прочнейшая припрочнейшая капсула это фактически в сравнении с автомобилем это спасательная капсула эта труба потому такая прочная и жесткая что есть в самолете надо работать она выполняет сложную задачу фюзеляж это не только корпус ящик где находятся пассажиры или груз это еще рычаг это рычаг который вот оттуда с хвостового оперения передает силы и моменты от киля горизонтального оперения в центр тяжести то есть это рычаг который постоянно гнут а самые догадливые из вас уже наверное поняли что поскольку киль то только сверху ну обычный самолет бывает немножко что-то снизу фюзеляж но все-таки большая часть киля вертикального оперения сверху значит там несимметричная нагрузка он еще и крутит этот фюзеляж то есть это труба нагруженная нагруженная изгибающим и крутящим моментом да еще надутая изнутри если это пассажирский самолет с гермокабиной соответственно трубу эту надо делать очень жесткой не для того чтобы она не разбилась при падении но она просто конструктивно жесткая и удар этой трубы по землю абсолютно абсолютно несовместим по последствиям с тем что бывает когда вот эта вот жестянка вообще не имеющая ничего кроме тоненького стерженька под названием стойка я про автомобиль бьется обракуем от препятствий поэтому последствия бывают другие какие другие об этом есть об этом есть статистика есть статистика например в Соединенных Штатах Америки с 1983 по 2000 год произошло 568 авиационных происшествий при этом погибшие люди составили 5% от общего числа пассажиров которые были на борту самолетов оказавшись в этих аварийных ситуациях 5% гибнет а 95% остаются по крайней мере остаются живыми немножко подкручиваем резко смотрим на то что имеет отношение к нам грубой посадки согласно той же статистике в 26 серьезных авариях сопровождавшихся сильными ударами самолетов о землю запятая их разламыванием на части и пожарами слово пожарами подчеркиваем тремя чертами скоро поймете почему выжило примерно 50% половины людей находившихся на борту теперь смотрим на вот этот замечательно красивый документ с логотипом ни много ни мало Боинга отчет о несчастных случаях на коммерческих реактивных самолетах мировая практика 59-й 2012-й год но это не только самолеты Боинга это просто компания Боинг подготовила выпустила этот отчет в этом отчете не включены самолеты произведенные в СНГ ну то есть главным образом российские украинские аны но все остальные самолеты мира включены это достаточно большая статическая достаточно показательная что мы видим смотрим на экран мы видим с 2003 по 2012 год достаточно большой временной диапазон вполне совпадающий с тем десятым годом о котором мы говорим о котором мы говорим среди всего количества авиационных происшествий ну по-российски это аварии плюс катастрофы случаи с гибелью людей по-российски это катастрофы составляют всего лишь 18 процентов от общего числа а 82 процента авиационных происшествий обходятся без человеческих жертв без гибели людей теперь смотри внимательно на вот эту вот правую часть картинки картинки которые которые говорят об авиационных происшествиях без гибели людей обратите внимание 108 потерь борта без жертв большой такой большая доля среди 4107 но 1 четвертая больше 1 четвертая то есть самолет полностью списан то есть было было не лампочка перегорела не там покрышка лопнула при посадке нет самолет просто разбит до такой степени что его уже нет смысла восстанавливать а вообще самолет имеется ввиду современный это очень дорогая вещь и там много отстыковываемых и заменяемых агрегатов то есть если развалился двигатель турбина в нем это не значит что выкидывает весь самолет отстыковывает и ставит другой двигатель обломалась концевая там часть крыла что-то зацепило при посадке отстыковывает соответствующий концев крыла подстыковывает следующий не выкидывает самолеты просто так после первой царапины соответственно даже в таких тяжелых тяжелых авариях когда самолет понес очень серьезные механические повреждения или там пожар или еще что-то когда самолет пришлось просто полностью списать а люди все живы даже в подобных ситуациях даже в подобных ситуациях теперь еще подкрутим резкость и посмотрим а как вообще говоря вот эти все случаи не все а некоторые типовые случаи грубой посадки нерасчетной посадки в частности посадки прямо в лес как произошло на Смоленск Северный вообще говоря выглядят с близкого расстояния перед вами замечательная картинка очень она мне нравится что это такое это представьте себе за сколько получается за 18 дней до катастрофы с польским президентом в ночь 21 на 22 марта произошло авиационное происшествие авария самолета Ту-204 Ту-204 это самолет ну понятно Туполевского КБ который разрабатывался именно на замену Ту-154 это самолет того же ну плюс-минус того же взлетного веса примерно тех же габаритов то есть это вполне сопоставимые самолеты дело было ночью множественные отказы техники плохая видимость в результате они влетели в лес они взяли и влетели в лес открываем маковский отчет и просто читаем место авиационного происшествия представляет собой участок леса со срезанными и поваленными деревьями длиной не деревьями а участок длиной около 220 метров и шириной около 35 метров то есть по простому так говоря самолет вырубил в лесу просеку длиной 220 метров что интересно сначала он просто рубил деревья на расстоянии 120-130 метров от места первого касания судя по срезанным срезанным деревьям самолет находился на высоте 7-10 метров и просто деревья рубил приблизительно через я продолжаю цитировать приблизительно через 180 метров относительно точки первого касания имеется значительное количество фрагментов самолета в том числе силовые элементы и в основном поваленные деревья то есть прорубив просеку метров 180 он начал потихонечку да все-таки начал разваливаться к этому моменту я продолжаю цитировать отчет Мака самолет двигался практически по земле то есть он потерял скорость сел и пополз по земле продвинувшись еще на 30-40 метров в лесу то есть продолжая валить деревья самолет остановился теперь смотрим на экран и видим какой красивый он этот самолет получился вот так оно выглядит вообще говоря фюзеляж цел откололась лобовая носовая часть которая ломала и рубила просеку а дальше вообще говоря фюзеляж как фюзеляж закройте ладошкой переднюю часть вы даже еще не поймете что с ним случилось ну крылья конечно находятся в тяжелом состоянии но эти крылья вырубили просеку еще раз напоминаю 220 метров в тяжелом состоянии крылья однако тот кто понимает видит что основной силовые элементы лонжероны на месте носок крыла разрушен ну в общем-то полностью разрушен вот в таком виде находится самолет самое главное а что с людьми вот что с людьми которые были внутри вот этого самолета сразу же вас успокаиваю все нормально ну более-менее нормально там не было пассажиров самолет просто перегоняли там было три человека в кабине летчика два летчика бортинженера и пропроводники все живы да конечно летчики летный экипаж которые были вот в этой кабине которая аж оторвалась получили телесные повреждения средней большого одного из них черепно-мозговая травма но они живы стюардессы вообще практически отделались легким испугом сильно испугалась одна но она была наказана за дело бригадир команды бортпроводников не пристегнулся в результате эту милую девушку выкинула просто она вылетела из-за разваливающейся фюзеляжа вот как была в этой красивой форме упала в заснеженном лесу совершенно живая своими ногами вышла на ну конечно в состоянии стресса психологического вышла на дорогу ехали мимо люди смотрят девушка в лесу стоит одета не по погоде они ее взяли отвезли в больницу вот и все вот и все с этим происшествием следующий самолет да это тоже ТУ-154 выглядит как вы видите он довольно плохо и вот это вот перевернутые вверх колеса то есть оторвалось крыло и перевернулось полностью очень напоминает те фотографии с места смоленской трагедии которые наверное многие из вас видели это история произошедшая 4 декабря 2010 года тоже 10 год какой-то был аварийный год катастрофа ТУ-154 ПТУ-Домодеда ну там история ну там там погибшие два человека погибло вообще если бы нет я бы назвал это рагефарсовой это самолет дагестанской компанией потом у нее отобрали лицензию это левая компания самолета отвинчивали и продавали лишние по мнению руководства компании лишние детали самолет был заправлен непонятной жидкостью не имеющий никаких сертификатов купленных неизвестно у кого в результате у самолета этого в воздухе отказало два двигателя из трех а да на месте второго пилота сидел человек с подложными документами ну не имеющий права летать на самолете а пассажирам то можно отправлять не надо значит два двигателя вырубилось наверное потому что от них отвинтили части которые все-таки были нужными третий двигатель они выключили сами потому что перепугались в результате потом один запустился двигатель на абсолютно нерасчетном режиме самолет значит сел или плюхнулся или как это надо правильно сказать правильно сказано в отчете Мака естественно произвел жесткую посадку 88 метров правее взлетной полосы пересек взлетно-посадочную полосу выкатился на боковую полосу безопасности столкнулся с неровностью рельефа и разрушился результат из находившихся на борту 171 человека двое погибли это те кто был в бизнес-салоне 83 получили ранения 86 человек вообще отделались легким испугом состояние самолета вы видели в таком красивом в кавычках виде этот самолет находится следующая история ну скажем так прямо противоположного свойства там как раз экипаж проявил чудеса видите перед собой вот этот вот нехорошо выглядящий самолет расколовшийся на части турецкий как можно понять турецкая авиакомпания значит дело было под Амстердамом 25 февраля 2009 года достаточно редкая но все-таки бывающая ситуация отказа техники то есть самолет заходил на посадку и я выбрал как раз из этих последних несколько лет именно случай аварии на посадках самолет заходил на посадку и тут сошедший с ума автомат вывел двигатели на режим малого газа а на посадке там не как кто-то слышал ревут на максимум просто взял и фактически заглушил двигатели экипаж это дело вовремя заметил они вручную заставили двигатели вывели на максимум не дали самолету сорваться в штопор начали заходить тот автомат опять вырубает моторы они опять это дело ловят в конце концов вот он вот так но они избежали срыва избежали срыва штопора и беспорядочного падения в результате как написано в отчете самолет плоско плоско шлепнулся на поле просто в поле не долетая до аэродрома как видите разрушился результат результат пожара после пожара после катастрофы не произошло это очень важно в результате из находившихся на его борту 135 человек погибло 9 86 человек получили травмы различной степени тяжести 40 человек отделались легким испугом самолет как вы видите разрушен дребезги следующая картинка такая красивая пальмы зелень пышная это Пхукет это Пхукет тот самый замечательный тайландский курорт а там другая ситуация техника это все было нормально в Пхукете самолет Макдонна Дуклас МД 82 16 сентября 2007 года проливной тропический ливень самолет вылетел с посадочной полосы врезался там видно там такая неровность места поднимающейся что-то вроде холма полностью разрушился и загорелся а вот как только мы читаем слово загорелся значит все будет плохо все будет плохо потому что пожар вот в этом замкнутом крохотном объеме пассажирского салона это страшная вещь огонь пожирает кислород и замещает его различными ядовитыми газами ядовитыми для человека результат этого происшествия этой грубой посадки которая привела к пожару очень печален из находившихся на борту 130 человек 90 погибли больше половины но 40 остались живы 40 живых человек вот из этого горящих обломков были извлечены вполне себе живыми еще одна катастрофа тоже 2009 год не тоже а 2009 год наш советский Ил-62 в Иране в Мешхеде ошибка экипажа посадка с большим перелетом не хватило полосы он вылетел и врезался врезался в бетонную стену ограждение какого-то участка аэродрома что мы имеем в результате пожара не было на борту самолета находилось 153 человека погибло 16 человек 30 человек ранено 110 человек отделались легким испугом самолет врезался в бетонную стену 2007 год 17 марта моя Самара очень известная история ну у нас вахтовики летают в Сургут туда нефть и газ известная самарская история самолет с вахтовиками старый пристарый Ту-134 ну самый я не нашел как он был годы выпуска но их 84-м перестали производить а это событие 2007 года ну там цепь грубейших ошибок экипажа их потом привлекли даже к суду ну дали условно естественно грубые ошибки экипажа промахнулись мимо полосы дальше самолетом происходит следующее первое приземление самолета произошло на скорости полета 290 километров в час это существенно больше посадочный при вертикальной скорости снижения скорость сверху вниз 6 метров в секунду ну парашютист 5 метров в секунду расчетный парашют при этом при акселерометру упомянутый на прибор измеряющий вертикальную перегрузку показал 3,5 довольно серьезная перегрузка и заклинил прибор может быть она была и больше ну в общем 3,5 это уж ну не так много но пассажирский самолет с огромным износом подломилась левая стойка он начал крутиться перевернулся полностью перевернулся полностью упал на спину если можно так сказать частично раскололся весьма похожая ситуация на то что произошла в Смоленске что с людьми из находившихся на борту 57 человек погибло 6 52 человека получили травмы различной степени тяжести в том числе 27 человек были госпитализированы но все-таки из 57 погибших 6 а все остальные живы и мы вот сколько мы не перечислили мы пока не видели ни одного примера того чтобы мгновенно погибли все в результате жесткой посадки ну и наконец перед вами на экране самая печальная история из тех которые я мог найти это маленький поселок Игарка в Сибири 3 августа 2010 года что произошло с самолетом я думаю понятно просто с первого же взгляда самолета видите в центре ничего нет просто он сгорел он выгорел дотла центральная часть фюзеляжа просто и исчезла то что уцелело покрыто густым слоем копоти видна просека обращаю ваше внимание это важно длина этой просеки важна просека которую самолет прорубил самолетик это маленький легенький Ан-24 легенький это значит в 5 ну в 4,5 раза легче чем Ту-154 ну там метеоусловие маленький аэродром не было нормального метеообеспечения в результате читаем зона разрушения самолета составляет 140 метров в длину и 29 метров в ширину от начала касания деревьев крылом самолета до остановки самолета то есть маленький самолетик вырубил просеку 140 метров после чего остановился и загорелся валил он при этом заросшую березами высотой до 15 метров диаметром до 30 сантиметров ну просто просто копия того лесочка который был около Смоленск Северный значит просеку 140 метров мы выломали экипаж три человека первый и второй пилот и бортинженеры живы до телесных повреждений средней тяжести при этом все трое сами смогли выйти при этом центральная часть раскололась оторвали скрилье маленький самолетик оторвали скрилье керосин вылился и попал на раскаленные выхлопные трубы двигатели трубы винтовых и вся центральная часть превратилась в факел двух человек они даже вытащили ну не вытащили их выбросили оттащили и потушили но к сожалению оба погибли потом уже в больнице но те кто был внутри этого факела конечно погибли даже в этом чудовищном случае три человека живые дальше вы имеете полное законное право предположить что я специально подбирал такие случаи когда не так много было человеческих жертв когда большая часть пассажиров выжила это ваше законное право также ваше право комменты открыты приведите и покажите хотя бы один хотя бы один случай когда при посадке грубой нерасчетной черти какой посадки без пожара погибли все слов говоря я и случай с пожаром такого ни одного не нашел погибли все люди да еще и погибли мгновенно этот короткий обзор абсолютно реальных случаев авиационных катастроф и аварий говорит нам об очень простой вещи самолет это жесткое сооружение жесткое и прочное пристегнутый к креслу ремнями человек достаточно защищен и если только не возникает самое страшное и очень быстро убивающее людей если не возникает пожар то как правило большая небольшая а большая часть людей остается живой ситуация когда от перегрузки торможения люди все до одного погибли да еще и мгновенно является совершенно уникальной а вот пожара пожара с польским самолетом с польским президентом с польской делегацией не было и об этом прямо и ясно сказано смотрим на экран в маковском отчете возникший незначительный очаг наземного пожара на месте происшествия был ликвидирован прибывшими пожарными бригадами через 18 минут люди погибли не от пожара люди погибли от запретельной перегрузки торможения может ли такое быть давайте разберемся что это за такая перегрузка торможения начнем с простого смотрим на экран и видим две замечательные стеклянные банки ну там наполнены на ним по-моему молоком или чем хотите вот они падают с одной и той же высоты соответственно разгоняются под воздействием одного и того же ускорения свободного падения до одной и той же скорости коль скорая высота падения была у них одинаковая и ударяются одна а бетон и разбивается в дреберги наверное с вами такое в жизни бывало а другая падает на гору подушек и почему-то остается целым ну это интуитивно понятно да та которая упала на гору подушек она осталась целым а вот почему а вот почему Вспоминаем школьную физику. В седьмом, наверное, классе учили мы такую формулу. 2АС равняется В квадрат. Все зависит от протяженности пути торможения. То есть, если тело имело скорость В, а потом эта скорость упала до нуля, то есть тело затормозилось, то перегрузка, которую испытывало при этом тело, обратно пропорционально пути. Если путь торможения очень короткий, ну в случае, когда жесткая, хрупкая стеклянная банка бьется об бетон, путь торможения очень короткий, С маленький, знаменатель маленький, соответственно, вся дробь большая, ускорение огромное, перегрузки огромные, банка колется. Если же эта банка стеклянная падает на подушке, то там большой путь, там большой тормозной путь, и, соответственно, и ускорение получается маленькое. Именно поэтому у каждого автомобиля спереди бампер. А хорошие умно сделанные автомобили еще имеют достаточную длину лобовой, как в передней части кузова до, допустим, радиатора охлаждения, чтобы был путь, на котором можно деформироваться, гнуться, мяться, чтобы торможение произошло на несколько большем пути. Вот поэтому результат исход зависит от тормозного, от дистанции, на котором скорость от большой упала до маленькой, а дистанции торможения, а это зависит от того, во что мы врезались. Если мы со всего размаху, наш самолет врезался в вертикальную стену, ну что такое бывает, таких достаточно много авиационных пришествий, когда в плохих метеоусловиях, ночью, в тумане, в горных районах Таджикистана, Армении, Иране, много я читал описаний таких катастроф, просто со всего маху самолет врезается в гору. Но масса горы по сравнению с самолетом бесконечно велика, жесткость скалы гранитно бесконечно велика. Соответственно, здесь можно даже не учитывать сложный эффект удар, это колебательный процесс, если уж так совсем строго по науке, и пользоваться простейшей школьной формулой. Да, там могут возникнуть перегрузки торможения, огромные, измеряемо сотнями единиц, и это для людей, конечно же, смертельно, тем более, что в таких случаях все обычно возникают пожарные. Если торможение произошло не на расстоянии сантиметров или метров, а на дистанции сотни метров, то перегрузки ничтожно малы. Вот на той картинке, которую я для вас подготовил, мы взяли по тем эпизодам, которые перечисляли, взяли, например, дистанцию торможения 200 метров. Вот 200 метров он бежал по лесу, ломал деревья, и в конце концов его скорость упала до нуля. При типичной скорости посадочной самолёта при такой дистанции торможения мы получаем ничтожно малое тормозное ускорение, ничтожно малую перегрузку торможения в 1,25. Вот при этих цифрах прокатились по земле, ломая деревья 200 метров, скорость достаточно обычная, посадочная скорость 70 метров в секунду, перегрузка торможения, ну, в общем, 1,25 этот человек особенно даже и не заметит. Ни о какой фрагментации тел, ни о каком превращении живых людей во фрагменты тел, ни о какой мгновенной смерти, просто не может быть и речи. А этот самолёт-то, а этот самолёт, кстати, а вот польский самолёт, вот какой был, какова была дистанция торможения у него. Смотрим на экран. Рисунок 35 из Маковского отчёта. Видите, написано, Международный авиационный комитет, не я это дело рисовал. И видим, ну, тут по горизонтальной оси показано расстояние от торца ВПП, нам не так важны эти расстояния, нам важна разница. Разрушение конструкции началось за 800 с чем-то и завершилось за 300 с чем-то. То есть дистанция торможения была больше 400 метров. Больше 400 метров. Скорость, нам известно, да, было 280 километров в час. Но это, если я не путаю, 77 метров в секунду. То есть при такой геометрии посадочной, вот этой грубой посадки в лес, этой грубой посадки в лес, ну, ничтожно малое. Меньше даже то, что было нарисовано на моей условной картинке. То есть там полуторной перегрузки торможения не было. Ни о каком травмировании, не говоря уже про расчленение, фрагментацию и мгновенно смерть людей не могло быть и речи. Но, может быть, он шлепнулся, скажете вы. Может быть, он не просто скользил по лесу, может быть, он просто со всего размаху туда вырезался. Нет, это не так. И об этом нам прямо однозначно и ясно сообщает отчет МАК. Смотрим на следующую картинку. Смотрим следующую картинку. И читаем, что написано. Это скриншот, это скриншот доклада МАКа. К моменту столкновения самолет находился в незначительном наборе высоты. На боре он поднимался, он увеличивал свою высоту. Об этом свидетельствует увеличение высоты следов столкновения с деревьями с 4 до 5 метров. Но это не значит, что на 1 метр он поднялся. При общем повышении рельефа местности. То есть самолет поднимался, а не опускался. Он не бился о землю. Он уходил от земли. Смотрим. Это сообщение. Это сообщение отчет МАК. Оно не случайно. Оно полностью подтверждается записями черного ящика. Ничего страшного. Все объясняю. Все ясно и понятно абсолютно. Перегрузка вертикальная. Видим вот эта вот красная линия. Она там у них немного плясала. Была около единицы. Чуть больше, чуть меньше. А потом она начинает расти. И вырастает она. Шкала слева красная. Н-Y. Н-Y в единицах. И вырастает где-то примерно до 1,3. 1,3. Это энергичный набор высоты. Это человека прям может ощутимо вас вдавить в сидение. Но с другой стороны 1,3 это абсолютно нормально. То есть самолет начал набирать высоты. То есть ускорение направлено вверх. Скорость вертикальная. Мало того, что положительная. Она еще увеличивается. Но другой график. Но не приведем. Там 4-8 метров в секунду была вертикальная скорость. Она еще непрерывно росла. Потому что перегрузка вертикальная положительная направлена вверх. Видим мы отклонение колонки штурвала. Это важная вещь. Мы видим, что летчик взял штурвал на себя. Прекращается стабилизация тангажа. Это называется... Летчик отключил автопилот пересиливанием. То есть потянул штурвал на себя. Возникла положительная перегрузка. Увеличился угол тангажа. Тангаж это нос выше хвост. Нос выше хвост ниже. Вот это вот угол наклона оси самолета по отношению к горизонту. Угол тангажа, как мы видим, вырос. Ну, потом он начинается заброс. Ну, вот там, где я провел вертикальную линию, там что-то произошло. А до этого мы видим достаточно плавное увеличение тангажа. Самолет поднимался. Этот самолет о землю не бился. Он на землю не упал. Он от земли отходил. Он от земли отходил. Но по ней чиркнул. Но по ней слегка чиркнул. Потому что вот это сочетание вертикальной скорости, горизонтальной, элементарный расчет пятой класса средней школы показывает, что самолет отходил от земли под углом 3 градуса. А вот уклон рельефа... Еще раз смотрим на экран. Возвращаемся к картинке. Уклон рельефа был другой. Смотрим еще раз на картинку. Это не картинка, это иллюстрация из Маковского отчета. И видим, что там действительно есть на участке примерно в 100 метров. То есть, что-то произошло. Потом примерно 100 метров земля под ним была горизонтальная. А потом она поднимается. А потом она поднимается. Поднимается земля на 10 метров. Это шкала разметка в 10 метров. На дистанции 100 метров это 6 градусов. Это 6 градусов. То есть, земля под ним поднималась на 6 градусов. А он поднимался от земли на 3 градуса набирал. Произошло некое чирканье. Очень непродолжительное чирканье. И дальше уже совершенно горизонтальная поверхность, по которой он скользил, если бы ничего не произошло другого. И рубил деревья. Если предположить, что он был на высоте деревьев. И вот там-то вот, на ровном участке, на ровном участке, почему-то весь лес и завалил мелкими, крупными и всякими обломками самолета. Вообще их обнаружено 10 тысяч. 10 тысяч мелких, крупных, мельчайших обломков. 10 тысяч. При движении самолета, ну, вы видели этот лесочек. Это мелкое такое вот мелколесье. Что это такое? Еще раз. Самолет Ту-154 с польской делегацией. На скорости порядка 75 метров в секунду затормозился, совершил жесткую, нерасчетную, вынужденную посадку в мелколесье и затормозился, окончательно остановился на дистанции в несколько сотен метров. Ну, примерно, несколько сотен метров. Эта ситуация, конечно же, неизбежно приводит к частичному разрушению самолета. Самолет после этого надо чинить, а, может быть, исписывать. Но перегрузки торможения при подобных исходных данных, ну, не могли быть больше 1-2 единиц, 3-х единиц, 4-х единиц, это ни о чем. Никаких стожи, никаких перегрузок, торможения, способных привести к мгновенной смерти людей, запятая, да еще и к фрагментации тел людей, к превращению людей, простите меня, в ошметки, там не было. Тут у нас возникает вполне оправданный вопрос. А вообще мы откуда знаем, что люди погибли мгновенно? Кто это зафиксировал, как это все было? Смотрим маковский отчет, он большой, там 200 страниц, там все есть. Смотрим на экран. На этих страницах описаны, как видите, поминутно действия наземных всяких служб. Ну, первое, что бросается в глаза, это то, что в 10.54, значит, трагедия, авария произошла в 10.41. Через 13 минут, через 13 минут после удара самолета о землю, в общем, чего-то такого, что произошло с самолетом, через 13 минут силами УВД Смоленской области и ФСО, Федеральной службы охраны, выставлено оцепление места падения самолета в радиусе 500 метров. Ну, я думаю, каждый из вас понимает, что окружность радиуса 500 метров это 3140 метров. Вот на периметре в 3140 метров 180 человек сотрудников МВД и ФСО выставлены за 13 минут. Внимание, вопрос. Вообще они там откуда взялись? Кого охраняло? 180 человек сотрудников МВД и ФСО, Федеральной службы охраны, которые охраняют первых лиц государства. Значит, на аэродроме присутствовал губернатор Смоленской области, два вице-губернатора, еще какие-то чиновники областной администрации, прямо скажем, не очень высокий уровень приема президента, и в последние минуты приехал заместитель министра внутреннего отдела извиняюсь, министра иностранного отдела Российской Федерации. То есть там не было ни Путина, ни Медведева, там не было первых лиц государства, там был губернатор и замминистра иностранного отдела. Я не знаю, как их охраняют, я отнимаю дело, это знают, но я очень сильно сомневаюсь, чтобы их охраняла целая рота ФСО. Откуда они там взялись? Вопрос интересный, но мы идем дальше. Нас же интересует установление причин смерти людей. В 10.58, то есть через 17 минут, прибывает первая бригада скорой помощи, что очень похвально, очень быстро. В 11.10, это следующий скан, это следующий скан, как вы понимаете, к месту авиационного происшествия уже прибыло 7 бригад скорой медицинской помощи. И самое интересное происходит в 11.40. В течение 30 минут с 11.10 до 11.40 7 бригад скорой помощи установили факт гибели 96 человек. Установление факта отсутствия живых пострадавших на месте авиационного происшествия, запятая убытие 7 бригад скорой медицинской помощи. Значит, давайте так попытаемся, ну, так, оценить, не оценить, а представить, представить себе визуально эту ситуацию, значит. Приезжает скорая помощь. Лес, сыро, холодно, мокро, кое-где еще дымятся недогоревшие лужи керосина, их тушат, и там за 14 минут потушили. Обломки, сотни, на самом деле тысяч обломков самолетов. Фрагменты тела, или что там с ними было, или трупы как таковые. За 30 минут 7 бригад установила, обнаружила 96 тел, выяснила, что вот эти, простите меня, фрагменты принадлежат одному телу. Ну, понятно, с этим ясно. Там, где труп не деформированный, не расшлененный, установила, что это труп, а не живой человек. Это не так просто и быстро делается. Это не в помещении морга, где горит свет, где есть оборудование, приборы. Это вот в лесу, и это все за 30 минут, да? Интересно. Читаем следующую страницу Маковского отчета. Через несколько часов в 16.20 на месте авиационного происшествия обнаружены тела 25 погибших. А что это значит? Вы несколько часов назад выяснили, что все померли, и уже уехала скорая помощь. Что значит обнаружено 25 тел? Еще 25? Последние 25? Первые 25? Что это такое? Непонятно. Ну, мне, по крайней мере, это непонятно. Ну, строго говоря, те, кто вместе со мной дошел до этого момента нашего печального повествования, в принципе, как преподаватель техникуму, говорю спасибо за внимание, все свободны. В принципе, можете уходить. Все, я думаю, с этим отчетом, с этим расследованием авиационной катастрофы выполнена организация под названием Международный авиационный комитет. Понятно. Понятно. Причина гибели людей не названа. Она, может быть, была установлена. Она не названа. То, что названо в качестве причины гибели, не могло быть, потому что не могло быть никогда, потому что это противоречит элементарным законам физики, и это категорически не совпадает с тем, что произошло в реальности. Не было там ни стократной перегрузки, ни мгновенный, ни предпосылок для мгновенной гибели людей в результате того, что самолет проехался по мелколесью на несколько сотен метров. На этом, в принципе, можно бы и закончить, но есть еще тема березы. Есть еще тема березы, которую тоже имеет смысл упомянуть, скорее, не для выяснения причины обстоятельств, а для того, чтобы стало еще лучше понятно, еще более наглядно видно, как этот маковский отчет писался. Дело в том, что многочисленные фотографии с места катастрофы, которые появились буквально в первые же, наверное, дни, от которых уже избавиться невозможно, показывают, свидетельствуют о том, что обломки самолета, часть этих обломков, та, которая с колесами, лежала колесами вверх, то есть шасси кверху, крыло перевернуто, самолет, фюзеляж перевернут. Ну, там шасси и стойки крепятся на крыльях, но, скорее всего, перевернулось вместе с интерпланом и с фюзеляжем. Следовательно, что-то перевернуло этот самолет. Что-то перевернуло этот самолет, и это надо как-то объяснить. Кроме того, кроме того, на неосведомленную публику слова «самолет упал на спину», в перевернутом положении ударился, а землю производят очень сильное эмоциональное впечатление, потому что публика не понимает, что для трубы фюзеляжа это труба, это труба, причем имеющая одинаковую жесткость в любом из своих радиальных направлений, а по-другому быть не может, потому что эта труба надута внутренним давлением. А тело, которое держит внутреннее давление, это труба, труба с постоянной жесткостью. Вот тогда она просто раздута, она просто раздута, и вне только растягивающие усилия. Там не может быть ни отклонения от цилиндричности геометрических, ни отклонения от изотропности жесткости. Поэтому для этой трубы нет понятия верха, низа, бока, спины, груди и так далее. Все равно, какой стороной биться. Но так как публика имеет в голове образ автомобиля легкового, для которого переворот и удар крышей это страшная, почти смертельная вещь, то на публику это хорошо действует. Соответственно, и необходимо, потому что уже есть фотографии, и полезно объяснить, что этот самолет перевернулся и ударился о землю в перевернутом положении. Для этого была использована Бериоза. Бериоза. Смотрим на экран. Это фрагмент документального, я бы сказал, псевдодокументального фильма, сейчас вы увидите, подготовленная одной телекомпанией, польской, которая прям совершенно ясно в аннотации пишет, что она глубоко в оппозиции к той политической силе, в силе представителей которой и погибли в Смоленске. Итак, вот мы видим. Вот эта могучая, несокрушимая русская Береза вгрызается в крыло самолета и перерезает его, как раскаленный нож, перерезал бы кусок сливочного масла. Надо пояснять, но если надо, то смотрим на экран. Смотрим на экран. И видим, что такое крыло самолета. Крыло самолета начинается с носка крыла. Это достаточно прочная такая вещь, вы видите, изогнутый профиль, да еще подкрепленный. Я думаю, что любая Береза на этом бы и закончилась. Вот на столкновение с носком крыла. Тем более, в начале нашего разговора я вам настойчиво показывал, просил обратить внимание на то, как самолет почти такой же по массе и габаритам, Туполевский Ту-204, вырубил просеку 220 метров, повалив десятки или сотни подобных берез, сосен и так далее. Дальше у нас лонжероны. Это такая, понимаете, рельс, это такой рельс, только высокий, чтобы был жесткий. Это такой рельс. У нас первый лонжерон, потом у нас второй лонжерон, потом у нас еще и третий лонжерон, это трехлонжеронное крыло, и вот эту коробку огромной жесткости и прочности, на которой, собственно, и висит весь самолет. Ну, весь самолет, фюзеляж, люди, топливо. Все это висит на акрилях. Акриль – это изогнутая пластина. Чтобы она не сломалась, то вот там эти самые три высоких прочных рельса, три лонжерона и стоят. И все это еще, как вы видите, с большим количеством продольных стронгеров. Представьте себе, ну, просто так мысленно, вот перед вами бы поставили задачу, это дело надо отрезать. Болгарку вам дали, самую большую болгарку, самую мощную, с самым большим кругом. Вот сколько бы времени у вас ушло на то, чтобы вот этого дела отрезать? А нам рассказывают, что это сделала береза. Далее. Беда и проблема березы в том, что обломанная береза имеет высоту, и это можно померить. И в маковском начете сказано, на какой высоте была эта обломанная береза. Там в одном случае 5, в другом почему-то 6 метров. Нет, в маковском начете 5. Неважно, 5 или 6 метров. А самолет Ту-154 имеет размах крыльев 38 метров. Таким образом, предмет, имеющий ширину 38 метров, и находящийся на высоте 6 метров над землей, но он же не мог быть выше, если он обрубил березу на 6 метров. Как он может взять и перевернуться? Он же кривышками зацепится. Он кривышками зацепится. Поэтому надо дальше думать. Придумали. Вы видите, следующее кино. Еще одно польское кино. Самолет, у которого отлетел кусок крыла, который, естественно, вошел после этого в левый крен, который уже почти вертикально, крылья стоят уже вертикально к земле, соответственно, подъемная сила упала почти, ну, та проекция подъемной силы, которая направлена вверх, уже упала почти до нуля. Этот самолет начинает набирать высоту. Этот самолет делает такой фокус, который лучшие истребители мира, самым лучшим летчикам, я не знаю, может быть, сделают или нет, набрать высоту при крене близком к 90 градусам. Но надо поднять, надо поднять самолет, чтобы он, ну, фальсификатором надо поднять самолет, чтобы он мог провернуться. Поднимают, поднимают его на необходимую высоту, и он у них проворачивается. И он у них проворачивается. Вот так вот пишется эта история. Как вы могли заметить и услышать за все время нашего длинного разговора, я ни разу не произнес слова «взрыв». Я ни разу не упомянул отчет комиссии Мацаревича, министра обороны, в свое время министра обороны Польши, которая в 2018 году официально признала это маковское расследование недостоверным и предположила версию взрыва. я ни разу не упомянул ни туман, ни метеоусловия, ни пьяного генерала, который на кого-то кричал. Но не только потому, что именно об этом мы поговорим в нашем следующем и втором, второй части разговора об этой трагедии, но и потому, что к пониманию сути дела ни туман, ни крик, ни шум, ни гам отношения не имеют. Отчет, официально составленный Международным Авиационным Комитетом, фактически российским, издевательски абсурден. Издевательски абсурден. Те объяснения причин трагедии, которые он предлагает, противоречит всякому здравому смыслу, а в определенных моментах, что касается той же самой, березы издевательски абсурдны. Причины мы обсудим в следующей части нашего разговора. Благодарю вас за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...